Ну что ж, приступим к обзору фильма. Хочется сразу сказать, что фильм основан на реальных событиях. Он повествует нам о покрышке убийцы. Ну я прежде чем начать, веду вас в курс дела. Вы готовы охеревать по полной сейчас? Это мой любимый фильм. Значит, фильм начинается с того, что жертвы неудавшихся абортов стоят на холме и наблюдают в пустыне за тем, как рождается из песка покрышка. Вот, покрышка едет дальше. Она думает, твою мать, я слишком сексуально, чтобы сидеть здесь в пустыне. И она поехала к трассе, к шоссе. Она едет, никого не трогает, и тут ее проезжает дед на крузаке и сбивает. Какого хера, она спрашивает. И едет за ним. Она его находит на заправке. Вот, она находит его и спрашивает, слушай, дед, блин, а что за херня? What the fuck, man? Да, как бы, какого хера вообще ты сделал со мной? Почему, почему ты меня сбил? Я ехала по трассе, никого не трогал, а ты... И этот старик понимает, что он разговаривает с колесом и начинает думать, что ему ответить. И у него... У него взрывается голова. Ну, аж как еще, как бы, да? Покрышка перепугалась, бедняга. То есть, она реально только родилась. И тут такое. Люди взрываются. Какого хера вообще происходит, чуваки? Вы че? Совсем, что ли, уже грибов объелись, правильно? Говорит она. И поехала дальше по шоссе. А то тут какая-то чертовщина происходит. Дальше события разворачиваются еще круче. Покрышка едет в мотеле. К мотелям. Ну, такие хостелы, как бы, да? Что сказал? Сам не понял. Короче, мини-гостиница. Вот. Видит дверь открытая. Думает, дай-ка, ну, надо зайти. Почему? Заезжает, смотрит там. А там девчонка моется, голая. Она такая, заткнись, придурок. Тихо, я рассказываю. Она смотрит, брюнетка. Думает, так, черненькая. Как я, такого же, так, black girl. Ну, не black, но black hire. Типа, oh yeah. И она подкатывает, в прямом смысле, подкатывает к ней. Не сразу, она думает, надо к ней подкатить. Она снимает номер, покрышка снимает номер. Колесо, да. Что может быть лучше? И принимает душ. Ну, как бы, надо подготовиться, там, все дела. А, кстати, все это время за этим наблюдают люди с холма. Те самые люди с холма. То есть, неважно то, что покрышка уехала в соседний штат. Как бы. Все равно они видят дверь, они видят телку, которая там моется вообще в душе, в доме. Приходит гувернантка, приходит уборщица. И говорит, what the fuck, man? Какого хрена колесо моется в душе? Что за бред? И выкидывает его отсюда. Колесо недовольное, явно не понимает. Слышь, что эта белая сука себе позволяет? Ай, снежок, иди сюда. Я тебе сейчас права поясню. Я серьезно, как бы, без обид, без шуток. И вот она заезжает. Думает, надо мстить. Надо совершать правосудие над этой белой женщиной. Что она посмела вообще сделать такое со мной? Правильно. И, короче, покрышка вкатывается. Смотрит. А она уже валяется дохлой без башки. Думает, ну что за бред? Опять сумасшедшие люди. И у нее реально взорвалась голова. Вот кадр из фильма, да. А покрышка в этот момент смотрит телевизор. Что может быть лучше? Включила передачу про черепаху и смотрит. Колесо думает, нахер мне тут сидеть. Пойду-ка я покатаюсь. Вот, оно ездит, ездит и видит бассейн. А там эта телочка, та самая. Колесо видит тяночку у бассейна. Он подъезжает к бассейну, видит ее, говорит. Думает, ну все, надо делать решающий ход. И он подкатывает к ней. Потом думает, ну и он нахер, зачем она мне нужна? Прыгает в бассейн и валяется там, кайфует по полной. Серьезно. Дальше происходит ужасное. Шкет, пацан, он находит покрышку. Ой, не покрышку, а телку с оторванной башкой. Входит, там уборщица валяется. У него типа, что это было? Ну, страшно, реально. Я бы ее испугался. Бегает к копам, там полицейские что-то приехали эти, да, там, или кто шерифы, батя. И он говорит, ребят, короче, видите, ну в бассейне шина валяется. Это она убила эту женщину. И вы знаете, что ему коп ответил? Скажите. Вам не кажется странным, что мы не видим воздух вокруг нас? К чему вы это спросили? Потому что моей кошке... Геморрой. Вы знаете, мне кажется, этот шериф в чем-то прав. Да. Но дальше я предлагаю посмотреть просто отрывок из кино. Кина, вот этого. Я не буду ничего монтировать, постараюсь. Вот, хотя, может, смонтирую. И, вот, посмотрите этот фрагмент, и он сразу объяснит вам всю суть этого фильма, как бы. Хватит. Все закончилось. Сворачиваемся. Но это ведь и есть по-настоящему, чат. У нас тут труп. Нет, это все нереально. Посмотри на себя, ты держишь плюшевого аллигатора под мышкой. Это мой член. То есть, объясняю. Коп говорит своим браткам, там трупы валяются, да, там, там, вот эта гувернантка с оторванной, взорванной башкой, да, там, покрышка в бассейне, да. И вот, и он говорит, это все нереально. Вот так вот контролирует, вот без билета будете когда ехать? Вот так вот подойдите, а вам контролирует говорит, билеты, епта, типа. А вы такие, это все нереально. Вот. Он говорит, билеты, еще билеты. А вы снова ей отвечаете. Стоп. Посмотри на себя. Ты держишь плюшевого аллигатора под мышкой? А у нее реальный аллигатор, прикиньте, контролер, что больная какая-нибудь, ходит. Мы что? Ладно, продолжаем дальше. Я всегда так делаю. Хорошо, я вам кое-что покажу. Денис, достань пистолет. Хорошо. Я тоже достану свой. Зачем? Доставай. Я ясно сказал, это приказ. Прицельсы в меня и стреляй. Не буду. Даг, стреляй ты. Не нужно думать, просто стреляй. А в пизду мысли, зачем думать лишний раз, просто стреляй и все. Оу, щет. Видите? Я ничего не почувствовал. Может, тоже шмалю себя, не знаю. А как же уборщица? Она ведь умерла по-настоящему. Откройте мешок. Вас ждет сюрприз. Автомобиль! Труп как труп. Похлопай ее по щекам. Что за дурацкие шутки? У нее нет головы. Это не смешно. Потермаши ее. Ну и что? Ничего не произошло. Она мертва. Тело остыло. Один из зрителей не стал есть индейку. Он жив. И сейчас смотрит на нас. Черт. Я думаю, вы сейчас охерели от того, что увидели. Но индейка, просто там фишка в том, что зрители вот те самые, ну, абортыши эти, да, смотрели на холме. И вот этот, ну, какой-то очкарик, он кинул им индейку. Вот. Они все сдохли. Съели индейку и умерли. А один старпер там так и сидит, типа. И это объясняет то, почему баба с оторванной башкой не умеет двигаться, да. И также это объясняет то, почему шерифа три пули в живот, и он жив. Ну, вы поняли. Итак, покрышку объявляют в розыск. Вот так выглядит наш убийца. Покрышка? Именно. Она черная? Это не черная. Это афроамериканская. Как вы видите по кадрам, покрышка очень долго искала хорошего собеседника. Ну, а все почему-то взрывались. Я не знаю, почему у всех голова взрывался. Она спрашивает, слушайте, ты не знаешь, где я вообще? Они просто... Как и тот дед, помните вначале? Мы обнаружили покрышку. Что означает обнаружили? Он находится в доме на Вэллибол Роуд. Смотрит телевизор. Твою мать, это лучшая жизнь в натуре. Я тоже хочу просто превратиться в колесо. Катиться по этому миру, полным равнодушием. Вот катишься и взрываешь просто всем бошки, да? Потом просто заезжаешь в дом и смотришь телек. Как... Это охерительно. Вот. Это, кстати, почти мой день. Только я не колесо. Вот единственное отличие. А так очень все похоже. Это как бы наживка. Как бы колесо... Они пытаются раздразнить колесо, чтобы оно взорвало голову манекену. А у манекена уже сработал датчик и взорвался динамит. Логично. То есть просто динамит нельзя почему-то взорвать. Хотя, че я спрашиваю. Это же фильм про покрышку-убийцу. Он выходит. Хорошо. Начинай. Читай. Подойди. Подойди ближе. Давай же ближе. Я тебя ждала. Забедная покрышка, наверное, там думает... Твою мать, че это за херня? Я просто смотрела телек, никого не трогала. То дед взорвался какой-то ссаный. Просто подъехала к нему, а он взорвался. То гордишь, что я взорвалась. Теперь манекен со мной разговаривает мужскими и женскими голосами. Страшно. Разнеси мне голову, сволочь. Давай. Ну же. Взрывай. Убей меня. Ну давай, я хочу умереть. Взрывай. Блять, Серёга, чё за хуйня, мне страшно. В итоге колесо всё-таки решает надрать задницу этой голове. И взрывает её. Чёрт, не получилось. Слушай, можно поинтересоваться, что вы собираетесь делать? Порву на куски этот кусок резинового дерьма. Я надеру задницу этому колесу. Блять. Сейчас. Твою мать, какого хера ты падаешь? Я пошёл нажать. Бля, неудобно говорить. Я надеру задницу этому колесу. Ааааа. Так вот. Аааа. Так вот. Членство. Держите. До свидания. Перевод фильма осуществил мистер Джайвес. Вы чё, серьёзно? То есть, ну, вы думаете, конец фильма? А я вам скажу, нет. Хер вам. Продолжается. Слушайте, постойте. Это ещё не конец. Он перевоплотился в детский трёхколёсный велосипед. Идите сюда. Твою мать, да я ж теперь не усну. Какого хера? Ты не глупи. Не приближайся ко мне. Оставайся на месте. Хорошо. Хорошо. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И я сейчас абсолютно серьезно. В конце высвечивается надпись, типа, Голливуд. И фильм на этом заканчивается. Вот. В конце есть сцена, которая раскрывает весь смысл этого фильма, но я ее вырезал специально. Ну что же, я надеюсь, вам понравилось. Хотя я сомневаюсь, но... Поэтому... Всем пока. Все. Надо еще что-нибудь добавить. Хуйня, я... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok